Дома я хотела показать вам эту орхидейку свою. Смотрите, какая красотка! Два цветочка на одном стебельке цветоносе и четыре на другом. У меня другие уже отцветают, а это красоточка! Обалдеть! Я выгнала детей во двор. К нам должны прийти мама подружки из Карлит с детьми. У нее дети такого же возраста, как у нее младше и есть одна постарше. И все четыре девочки. Мы приехали после ботанического сада. Я сделала печенку. У меня заказ на сегодня этой маме Яны и заказ в Оклахома-Сити, который завтра девочка отвезет. Так что и винегреты я с утра приготовила, и туда, и туда. Так что я была занята этим. Потом опять немножко прибралась я немного. Дэнни там во дворе работал. Все еще ждем звонка от маминой стиральной машинки и сушилки, пока ничего не слышно. Я готовила паштет туда-сюда. Габриэлу дала остатки еды, которые у нас были. А Даня только пошел себе пиццу купить. Так что как-то так. Ждем гостей. Ну все, мы выпроводили гостей. Хорошо время дети провели. Во дворе они игрались. И вообще. Я сказала этой женщине, как я удивилась, что она заказала паштет печеночный. Я говорю, американцы очень скептически к этому наставлены. Я говорю, я должна сказать, это не один из моих любимых, ну, печенка, не один из моих любимых блюд. Но у нее это тайроид. Как по-нашему, не знаю. А щитовидка. Проблема щитовидка. Я говорю, это помогает. Плюс железо, та-та-та-та. Говорит, я учу себя есть некоторые вещи, которые, может, не всегда мне нравятся. Но полезны мне. Я говорю, ну, я говорю, вы знаете, я тоже как бы печенку сама. Так просто печенку я не очень там люблю. Но, как паштет, я говорю, это совершенно другое дело. Я говорю, это очень нежная такая консистенция. Я говорю, на хлебчик, на тост. И, ну, вкусно. Я говорю, я объяснила, что там овощи. Чтобы делать более ароматное, нежное. И, в общем, она говорит, она возбуждена. И насчет вот тоже салата, я удивилась. Она говорит, я знаю, что... Я говорю, я много новых овощей начала есть после вот этих всех проблем жизненных. И должна сказать, что свекла ей нравится. Начала нравиться. Это торнэйдо. Торнэйдо? Ты чего? Какой торнэйдо? Торнэйдо. Нет, нет, нет. Я хочу торнэйдо. Нет, нет. Что это? Нюдлс? Да. Здесь я уже готовлю бульон для борща. Я, кстати, этой девочке рассказала о борще своем. Она говорит, ой, я это не заметила, не увидела, что у тебя есть борщ. Я объяснила, что такое борщ, что в нем. Она говорит, ой, надо попробовать. Потом про голубцы я сказала. Она говорит, ой, это тоже звучит очень вкусно. Так что, возможно, она будет пробовать еще новые вещи, новые блюда у меня. Я надеюсь. Я высунула три голубца из морозилки. Мне девочка с Оклахома Сити заказала голубцы. Она не хотела меня тревожить насчет трех голубцов. Но я сказала, что у меня уже есть подготовленные. Я могу разморозить, сколько ей нужно. И так как я делаю зажарку и буду делать зажарку для борща и так, я часть ее пущу на соус для голубцов. И просто в духовке все это приготовим. Так что сейчас, пока оно пусть размораживается, и позже сделаем блюдо. Опа, смотрите, ложка стоит. Капец! Правильный борщ, когда я стою, я делаю последние штрихи в моем борще. Джашек тут кушает айс, и я поворачиваюсь. Каспер здесь стоит. Джашек зашел снаружи, дверь оставил открытую, и он себе зашел вообще. Прикол! Мы вчера, когда из дома вылетели, торнадо сирены были. Похоже, Дэня открытую дверь тоже оставил. Мы заходим в залу. Каспер внутри. Так что он говорит, ну, видно, дверь открыли, видно, они меня приглашают. В этот раз тоже. Вот-вот, скоро станет опять домашним псом. В общем, борщик готов. Я попробовала, вкусненький. В общем, у меня заказали уже три вот таких чашки. Две идут в Оклахома Сити, одна идет в соседний город к моей подружке. Я уже почти сделала, винегрет сделала. Следующие вот эти штучки. И девочка, которая будет это вести в сторону Оклахома Сити, заказала пирожки с повидлом. Короче, три огурца, то есть три голубца превратились в семь. Я девочке позвонила, подружке, которая присоединяется... Мама! Да, Чашик! Вот каждый раз мама начинает говорить. Окей, just a second! Которая присоединилась к печенке и борщу, думаю, дам ей знать, что я запекаю. Голубцы, чтобы не зря мне духовку разогревать, она говорит, давай! Так что, и ей перепадет 4. Я вернулся с парка. Он там скейтбольдил с друзьями. В общем, я говорю, борщ хочешь? Хочет! Отлично! У меня, к счастью, еще остался. И долгожданное тесто. Делаю полу рецепта, пробую, как получится. Ну, я думаю, получится нормально. Ну, вот заказ в Оклахома Сити готов. Три голубца, печеночный салат, винегрет, два борща. Сейчас сниму. Ну, все, я скоро почти закончу. У меня тут пирожки поднимаются. Я сделала 12 с повидлом, 10 девочки и два передам маме. Мама только что позвонила, сказала, что Дэнни уже едет с Джульеттой. Потому что Анжелика брала Джульетту на вот этот праздник невесты. Потом ее забрала и они вместе время проводили. Вообще, Дэнни еще придется возвращаться. Стиралку смогли подключить, а сушилка более мощная, чем та, что у нее была. И, в общем, надо будет менять розетку на другую. Ну, короче, ему надо будет завтра, наверное, возвращаться и доделывать это дело. Так что, вот такие пироги. Ладно, Тешик уже спит. Пирожки поднимутся. Испеку. И все. Я, короче, увидела крысу. Габриэл, тащи ружье. Ну, оно какое, не с пулями. Как только он вышел, Каспер заметил крысу. И теперь он ее удушил, я так понимаю. Она еще живая. Мы вначале не поняли, она там лежала на солнце. Думаю, может, она дохлая, а может, живая. Вреди, встрельни в нее. Она живая. Он ее сейчас придушит. Лежит теперь как мертвая. Может, уже удушил. Капец. Мне такой радости не надо. Она бегала, я видела, она бегала до этого вечером вчера. Таскала еду Касперова. Вот. Он ей отомстил. Всем привет. Вот и я. Это следующий день. Ну, я не снимала. Вы знаете, я просто отдыхала. Я полдня просто отдыхала. Расслаблялась. Вы знаете, столько всего. Активная такая неделя. Заказы. Хорошо было просто отдохнуть. Хотя бы полдня. Мою еду уже доставили. Девочка мне уже отписала и поблагодарила. Сказала вкусно. В Оклахума Сити. Так что, отлично. Я очень рада. Я сейчас... А! Дэнни поехал работать над маминой машинкой, стиралкой и сушилкой. И... Джашик его засек, видно. Он не ушел. И, короче, он решил Джашика с собой взять. Так что, сейчас Джашик у мамы. И вот я только что вот выехала. И мне мама говорит, Неплохо было бы, если бы ты его малыша забрала. Я говорю, я вот так и думала, что вот какого... Какого он его повез туда. В общем... Тут тетя мне дирекшнс рассказывает. Я сейчас быстро заеду к одной подруге. Сброшу ей еду. Она заказала... Это та подруга, которая дала мне бесплатные билеты в ботанический сад. Так что... Дело в том, что я как раз в той степи буду. Мне надо заехать к Кире. Ира даст мне какие-то там специальные сито. Для черной икры. Вы спросите, для чего мне это сито, да? И черная икра, о чем речь? А потому что мы с Габриэлом устраиваем себе праздник. Так сказать, ему подарок на день рождения прошедшее. Мне подарок на день рождения наступающий. Мы едем на рыбалку. Мы едем на рыбалку во вторник. Так что вы идете с нами на рыбалку за рыбой весло. Педалфиш из семьи осетровых с черной икрой. Я никогда не разделывала, никогда икру не делала. И надеюсь, что я ее не спартачу. Потому что это путешествие, оно будет стоить 350 долларов на двоих человек. Так что, да! Я пойду расспрашивать Иру, как, что и как. И, конечно, наверное, буду читать на интернете и разбираться. Так что, пошлайте нам удачи. Большого толстого гиганта с икрой. Ладно, еду как подруги номер один. Приехала к маме, я уже подружек была. Уже урок по обработке икры получила. К счастью, Ирин муж был дома. И, в общем, мне вот такие сито дали одно и второе. И вот такую мыску, и такое ведро. И это все будет делаться, обрабатываться. Я надеюсь, что я ничего не испорчу. Но, как будто, достаточно доступную информацию мне Иван дал. Так что, пожалуй, мы с Джашиком уже. Там его кормили, нарядили. Папа работает на всю Ивановку. Так что, я их освободила. Мы приехали домой, Джашик уснул. И я не могла его переложить с рук. Так что, я отдыхала и просидела в кресле. Вместе с ним, не знаю, полтора часа точно. Он наконец-то проснулся. Ой. Голова у меня сегодня болит. У меня сегодня салатный день как-то не очень идет. Знаете, потому что у семечек не было. Я в салатные дни себе позволяю есть семечки. А у меня только вот эти. Но это совсем не то. Милка, я тебя спрашивала. Молоко ребенку надо. Кстати, я маме вчера дала два пирожка. Из партии, которые я готовила. Мама сказала, тесто не то. Единственное, что я не так, как обычно сделала. Получалось, что я их приготовила уже, знаете, на ночь глядя. Потому что я готовила целый день вчера, целый вечер. И они были еще горячие. Я не хотела их положить в закрытый контейнер или целлофан, чтобы они не запрели. Мокрыми были. И я просто накрыла блюдо полотенцем. И оставила на ночь. Мне кажется, они зачерствели. И мама говорит, тесто совсем не то. Я пишу девочке, когда ты будешь в следующий раз остался, дай знать, я хочу тебе сделать хорошую партию пирожков. Я говорю, это не дело. Она говорит, не знаю, Марина, но мы уже половину их съели. Я говорю, это отлично, что вы половину их съели, но я все-таки хочу правильный продукт дать тебе попробовать, а не так себе. Так что, да, надо все-таки было пекти пораньше, чтобы можно было их сохранить в кульке, в пакете или очень рано утром. Не знаю, просто такое время было, она должна была где-то к 11 приезжать. Хотя получилось, что она приехала после 12. Так бы я, конечно, может быть, и успела приготовить. Ну, на ошибках учимся. У нас сегодня лето-лето. Одуванчик мой. Ты как дандилайон, твои волосы улыбки. Да, у нас вертолетики, прям атака вертолетиков по всему саду. Вечер обалденный. Габриэл и Соскай пошли в парк. Я же проснулся, я этих вывела. Пусть тоже свежим воздухом дышат. А я чаек приготовила. Сейчас сяду и буду наблюдать за ними. Дэни пришел, пошел душ принимать. Ой, мне теперь инструкции надо изучать. Как машинка работает. Мои пьющиеся растения вернулись. Не то барвинок, по-моему, мне в прошлом говорили. В году называется. Видите, цветочек такой. Светет. Вот один. Он возвращается каждый год. Высыхает на зиму. И буянит. Смотрите, как красиво. Чего вы там ссоритесь, дети? И так почти целый день друг друга не видели. Нечего ссориться. Мама релаксовать собралась. У мамы голова болит. Поставила вариться бульон. Вот я супы варю. Весь бульон использую. Дети вчера просили суп с лапшой. А у меня бульона не было. Купленого. Сделаю натуральный. И так отдыхала я, отдыхала. А потом я в дом и посадила огурцы. Завтра покажу. Мама мне дала рассаду. Уже давно, уже давно говорила. Ой, да она пропадет. Ну, я надеюсь, не пропадет. Ладно. Комментарий дня. Я сегодня даю хозяюшка рецепты. Не вижу полного названия. Она пишет, давненько я у вас не была. Как детки все подросли. Вам есть кем гордиться. Все красавцы и красавицы. Пусть растут счастливыми от старых-старых друзей. Плюс четыре. В самом деле самые наши старые друзья. Еще когда только Джашек родился. Спасибо большое, Лена, что зашли и поддержали. Ну, а я буду закрывать влог. Огромное спасибо за просмотр. Поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи. До новых встреч. Bye-bye.